Сегодня прошел первый рейд по Амброзии на полях в Слободзейском районе. По полям возле Карагаша проехался и наш журналист. Это поле заросло в Амброзии. Есть еще другие сорняки и мака. Пшеницы тут только то, что осталось с прошлого года. Владелец в списке постоянных нарушителей, говорит начальник Слободзейского управления сельского хозяйства Виталий Ткач. Почти каждый год поле длиной в километр не засевается и больше похоже на пустырь. Целый ряд нарушений, поэтому мы сейчас фиксируем с привязкой к местности и с фотографиями Амброзии полонолистной. Мы видим Амброзию полонолистную. Мы видим прекрасно развивающуюся корневую систему. Она стержневая, уходит на глубину довольно очень большую. Естественно, все питательные вещества данное растение потребляет. Владелец поля в отчетах писал, засадил землю однолетними растениями. Вроде как не соврал, и Амброзия, и мак, и пшеница с прошлого года однолетние. Но пользы от них нет. Земля теряет питательные вещества, а владелец деньги. Около трех тысяч рублей штрафа за Амброзию, а может и лишиться земли. Теряя деньги государство, поле не приносит урожая, а значит и налогов. А это поле по соседству. Оно в общем пользовании у жителей Слободзея. Здесь пасут домашних коров. Часть территории засадили кормовой пшеницей. Есть пару кустиков Амброзии вдоль дороги, но штраф выписывать не будут. По дороге мы наблюдаем небольшое количество Амброзии полонолистной. Об этом сообщу главе пастбище. Я думаю, что в кратчайшие сроки уберет. Чтобы запомнить, где еще поле, у Виталия Васильевича в телефоне приложение со всеми данными полей Слободзейского района. Купили программу для удобства. Такая есть только в Слободзейском районе. Вот мы видим сразу, видите, экспедиция агро, стойка Т-каналов, стойка Т-пашни. 524 это под орошением, то есть программа показывает. Чтобы объехать все поля, нужен не один день дороги. Поэтому первый рейд всегда начинается с полей вблизи сел. Это чтобы в первую очередь обезопасить аллергиков. Если мы будем проверять весь район и допустим вдалеке от населенных пунктов, естественно можем где-то пропустить Амброзию, которая начинает произрастать вблизи населенных пунктов и будет дискомфорт вызывать у наших граждан. Поэтому в первую очередь проверяем земли вокруг населенных пунктов и потом уже идем вглубь. Практика прошлых лет показывает, большинство агрофирм за своими полями ухаживает и Амброзию не допускает. Тем более сейчас есть много способов борьбы с орняком. В прошлом году на 600 хозяйств выписали только 10 штрафов. И только одно поле пришлось у хозяина изъять. Александр Большаков, Игорь Мацота, ТСВ.